Молдова Глава Молдова-Газ заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для увеличения стоимости природного газа для конечных потребителей. Из-за определенной экономии, которую мы получили, мы решили, что в данный момент не стоит повышать тариф. И на это нет причин, потому что мы входим в период, когда закупочная цена будет меньше. Вадим Чибан прокомментировал информацию о неопределенности в отношении транзита природного газа через Украину. Он отметил, что поставки в Молдову с января 2020 года будут осуществляться по базовому сценарию через Украину. Если возникнут проблемы, Молдова-Газ готов к альтернативной поставке газа через трансбалканский коридор. Соглашения с Болгарией, Румынией и Украиной уже подписаны. Не рассчитано только, сколько в таком случае будет стоить тысяча кубометров газа для республики. Мы не знали, чем закончатся переговоры между Газпромом и Нафтогазом, оператором газовой системы в Украине. И мы заранее подготовились к другим сценариям. Теперь у нас есть эта возможность. И мы готовы к разным сценариям. Вадим Чабан также сообщил, что у Молдова-Газ есть долг в размере около 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Большая часть долга приходится на преднестровскую сторону. Но глава Молдова-Газ выразил надежду, что и эта проблема будет решена. Основной долг составляет 450 миллионов долларов. И у нас есть по этому поводу несколько предложений. Я очень полагаюсь на поддержку Министерства экономики и правительства, чтобы найти решение. Сейчас за тысячу кубометров газа Молдова платит 222 доллара. Плохие новости для водителей, чьи автомобили оснащены газовыми установками. С начала этой недели несколько нефтяных компаний увеличили цену сжиженного газа примерно на 3%. Теперь цена газа будет составлять 9 лев 87 банов за литр, что на 30 банов дороже, чем было ранее, сообщает интернет-портал Молдстрит. Тем не менее, цена остается на 10% ниже, чем год назад или в начале 2019-го. Повышение цены произошло в результате роста стоимости этого вида топлива в регионе. За последние три недели на украинском рынке цена на сжиженный газ выросла примерно на 9%. Представители нефтяных компаний утверждают, что цена может расти и дальше, поскольку, как правило, в этот период в странах региона наблюдается повышенный спрос на сжиженный газ. В то же время цены на бензин и дизельное топливо остаются неизменными уже в течение нескольких месяцев. Фактором, который может стимулировать повышение цены на топливо, станет увеличение с 1 января 2020 года на более чем 5% акцизного сбора на импорт сжиженного газа и на более чем 10% акциза на бензин и дизельное топливо. К другим темам. Мораторий на подачу новых заявлений о получении гражданства Молдовы за счет инвестиций был продлен еще на два месяца. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Министерство экономики предложило продлить мораторий, введенный на выдачу гражданства Молдовы в обмен на инвестиции до 24 февраля 2020 года. Ведомство распорядилось, чтобы Министерство иностранных дел, Бюро по миграции, Беженцам, Национальный центр борьбы с коррупцией, Служба по борьбе с отмыванием денег в течение 30 дней представили свою оценку работы программы, сообщили о риске, который она несет для общественного порядка и госбезопасности. Специальная комиссия в течение 15 дней должна разработать и представить правительству доклад с выводами и рекомендациями. Первый мораторий на получение гражданства посредством инвестиций был введен 31 июля сроком на 4 месяца. Его действие началось 23 августа. Отметим, программа получения гражданства Молдовы за инвестиции была запущена год назад. До введения моратория было зарегистрировано и обработано 5 заявок на общую сумму 545 тысяч евро. Еще 34 заявки, которые были поданы до даты вступления в силу моратория, будут обработаны дополнительно. К сумме они могут принести стране 4 миллиона и 600 тысяч евро. Напомним, гражданство республики за счет инвестиций получили два иностранных гражданина. Программа предусматривает получение гражданства при условии перечисления не менее 100 тысяч евро в Государственный инвестиционный фонд устойчивого развития или не менее 250 тысяч евро в один из районов Молдовы, где стратегической задачей является развитие региона. Продолжаем выпуск. В этом году в мире, выполняя работу, погибли 49 журналистов. Количество оказалось самым низким за последние 16 лет, но число сотрудников СМИ, попавших в заключение в 2019 году, на 12% больше, чем в 2018. Об этом говорится в отчете организации «Репортеры без границ». В организации «Репортеры без границ» отмечают, освещение конфликтов в Сирии, Емени и Афганистане было вдвое менее смертельным для представителей СМИ в этом году. В этих трех странах были убиты 17 журналистов, в то время как в 2018-м – 34. При этом число погибших в странах, где нет войн, остается таким же, как и в предыдущие годы. Так, в Мексике в 2019-м было убито 10 журналистов. «Репортеры без границ» информируют, что всего в этом году в Латинской Америке было убито 14 журналистов, что означает, что эта часть света также опасна для представителей СМИ, как и Ближний Восток, где идут войны. Число задержанных журналистов в этом году на 12% больше, чем в прошлом. Почти половину из них удерживают власти Китая, Египта и Саудовской Аравии. Вернемся к новостям внутренним. Минувшим вечером в одном из домов города Хэнче, что были обнаружены тела трех молодых людей не старше 25 лет, полицейские сообщают, что речь идет о двух мужчинах и одной женщине. Тела молодых людей без признаков жизни обнаружили накануне около 9 часов вечера. Они были найдены в доме отца одного из погибших, соседом который и вызвал полицию. По информации правоохранителя, это были тела двух 25-летних мужчин и девушки в возрасте 21 года. На место происшествия прибыла оперативная группа инспектората полиции Хэнчешт, а также судмедэксперт. Бездыханные тела молодых людей находились за столом, за которым были бутылки с алкогольными напитками. Следов насильственной смерти не обнаружено. Полиция предварительно рассматривает две версии гибели молодых людей. Отравление неизвестным веществом или углекислым газом. В доме недавно ремонтировали газовый котел. По информации интернет-портала штирь.мд, специалисты, которые работали на месте происшествия, после обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Они были госпитализированы и получили необходимую помощь. Ведется расследование. К другим темам. Перемены к лучшему. Представители партии ШОР продолжают планомерно улучшать условия жизни во вверенных им населенных пунктах и выполнять данные обещания. В коммуне Дойна-Когульского района, в которой примаром стал представитель партии ШОР, впервые за несколько десятков лет установили уличное освещение. Новые ледовские светильники не только на центральных улицах, а по всему населенному пункту начали устанавливать несколько дней назад. Это стало возможным благодаря усилиям нового примара Коммуны Дойна. Сергей Карамалак работает в должности первый месяц, но осваиваться долго не стал. Сразу же приступил к работе и к выполнению обещаний. На это нам у нас есть выделено 100 тысяч в бюджете примарии. И этих денег вполне хватает, чтобы потратить на приобретение светильников и установку. И также, где не хватает линии освещения, провести кабель. Благодаря правильной и экономной расстановке для освещения всего села оказалось достаточно 100 светильников. Они будут установлены сейчас на данном этапе через один столб. У них очень большая зона покрытия. То есть они покрывают довольно внушительную площадь по освещению. Это светодиодные светильники. На сегодняшний день это самая эффективная технология. Того количества оно хватит для того, чтобы покрыть практически полностью все улицы. Жители восприняли новость с большим энтузиазмом. Многие говорят, что ждали этого давно. Ночью идешь откуда-то, идешь и не можешь найти, попасть в дом. Темно. А сейчас свет, освещено, видно. Чтобы шли люди ночью, не боялись, не пугались. И дети вечером поздно тоже со школы, с садика. Конечно, можно. Раньше одна лампочка горела, там одна, там, а сейчас идет, видно наш тот край. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Работы по освещению провели не только на улицах села, но и в детском саду коммуны, где воспитывается около 80 детей. Было принято решение протянуть новый кабель и установить светильники напротив каждого входа в группы. Уличное освещение, фонари у нас не горят с начала 90-х. Мы выходим в 6 часов с детского сада, когда уже на улице темно. И весь коллектив, который состоит из 29 человек, по домам расходится. Здесь темно, ничего не видно. И мы благодарны очень, что на сегодняшний день у нас будет освещение. Коммуна Дойна Когульского района состоит из трех населенных пунктов – Дойна, Ясная Поляна и Румянцево. На освещение всей коммуны понадобится около 250 тысяч шлеев, которые будут выделены из местного бюджета. По словам Примара, работы по освещению села Дойна проделаны уже на 50%. В Ясной Поляне, помимо установки самих светильников, ведутся работы по замене распределительного щита. Оставшийся объем работы планируют завершить до конца недели. Работа по освещению села Румянцево, которое пока освещено лишь на 30%, по плану начнется с начала следующего года. Отметим, подобные изменения – ремонт дорог, установка освещения и другие социально значимые проекты проводятся во всех населенных пунктах, которые после местных выборов возглавили представители политической партии ШОР. И еще одна новость в завершении этого выпуска. Бюджетники могут получить возможность уйти на мини-каникулы в начале января. В проекте постановления правительства предлагается, чтобы 6 января, канун Рождества по старому стилю, был объявлен выходным днем. Таким образом, государственные служащие получат мини-отпуск, который продлится с 4 по 8 января. Но 6 число придется отработать 11 числа. Согласно тому же проекту, работники бюджетной сферы в августе также получат мини-каникулы, которые продлятся с 27 по 31 августа. Так, 28 августа тоже может стать выходным днем, который необходимо будет отработать 22 августа. Таковы новости к этому часу. С вами была Олеся Коряков. Удачного вам дня в продолжении. До встречи в эфире в 21.00 на нашем телеканале. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok 21.00 на нашем телеканале.